СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ СОВЕТСКИЙ 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 СОВЕТСКИ Отечественной войны возраст снижают до семи. В 695-й женской средней школе сегодня торжественный день. Окончен седьмой класс. Лучшие ученицы получают похвальные грамоты за отличные успехи в учебе, за настойчивый и серьезный труд. С 43-го года мальчишки и девчонки учатся в разных школах, вплоть до 54-го. Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. Первые октябрята появились еще в 20-х годах. Это дети-ровесники октября. Пионеры. Кто же тогда не мечтал носить красный галстук? Первые отряды появлялись вначале при заводах и фабриках. Обязательно горн, барабан и главное свое знамя. Этот клуб, ребята, переходит в ведение фабрики, а при фабрике организуется пионерский отряд. Встаешь отряд! Ура! Позднее уже в школе октябренок становится пионером, чтобы позже на груди прикрепить комсомольский значок. Это школа продленного дня. Здесь ребята не только сидят за партой и работают в мастерских. Они учатся отдыхать и вести себя в быту. Ведь этому тоже надо научиться. Трудовое воспитание – важнейшая часть в учебном процессе советской средней школы. Для этого созданными школьные учебно-производственные комбинаты, оснащенные всем необходимым для овладения массовыми рабочими профессиями. Педагогами-наставниками ребят становятся опытные мастера производства. Помимо уроков труда, где мальчишки и девчонки впервые мастерили своими руками, были еще и сбор макулатуры и металлолома. Помнится девиз «Баму пионерские поезда» и потащили на школьный двор разный металлический хлам. И чем больше, тем лучше. С металлом в стране и так было все в порядке, но победить в сборе вторсырья и стать причастным к стройке века – неизмеримое счастье. А помните школьные субботники? Сажали деревья, украсим родину садами или зеленый наряд отчизны. Все эти акции имели глубокий смысл и были окрашены духом романтики. В Давыдковской сельской школе учатся ребята семи окрестных деревень. Каждый день по этим дорогам они приходят в свою любимую школу. Но сегодня у них особенный день. Сегодня экзамены. Школьные экзамены – первые волнения и первые серьезные испытания. Сколько этих экзаменов мы будем сдавать в своей жизни? Как не радоваться тому, что экзамены сданы? Сданы хорошо, впереди отдых, прогулки, веселые пионерские лета. Особо отличившихся за время учебы отличников и медалистов приглашали в Кремль. Не забывается такое никогда. Ураима тихим школьным этажам Здесь прожито и понято немало Воспоминания о средней школе – это учеба, воспитание и общественная жизнь. Они неразрывны и взаимосвязаны. Сегодня нередко ругают советскую школьную систему. Мол, она была частью идеологической машины. Но кто станет спорить с тем, что в той ушедшей от нас школе учили по-настоящему? Вся методика обучения была построена так, что азы предметов знал каждый на зубок, даже троечники. И советские программы образования в средней школе были построены таким образом, что знания мы получили на всю жизнь. За короткий исторический срок пройден путь от почти полной неграмотности до всеобщего обязательного среднего образования. Вот такие бренды советской эпохи.